Всем привет, друзья, вы на канале GameKate. Я продолжаю играть в Бравл Старс. Сегодня вышел новый боец, мифический Лили. Как раз таки сегодня я на ней поиграю. В первую очередь стоит прочитать её описание. Лили. Лили это у нас убийца, извиняюсь, мифического класса. Ой, что-то со мной не так. Класс, но не убийца, а мифическая она редкости. Так вот, описание Лили гласит. Тяга к запретным знаниям и чёрной магии привела Лили в зачарованный лес, где происшествие с участием святичка и хищного растения навсегда изменило её жизнь. Посмотрим статистику. Скорость движения очень высокая. Атака, острый шип. Лили делает выпад вперёд, нанося урон своими шипами. Дальность малая, но это ближник. Скорость перезарядки очень высокая, но опять же это ближник. Особенность, этот боец заряжает супер, когда находится рядом с противником. То есть, как корделюс или бас. Супер явление. Лили бросает по прямой одно семечко. Если она попадает в противника, Лили телепортируется, оказываясь позади него. Ну, в принципе, это прям идеальное олицетворение убийцы. Такой не очень большой урон, зато моментальный. Вот. Я не знаю, до скольки у меня хватит голды её прокачать. Давайте. Хотя бы до девятой силы прокачаю её. Уже бьёт по карману, понимаете? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как больно-больно. Ох, ёлки-палки. Так, ну-ка, давайте почитаем. Звёздная сила. Две тысячи. Гаджет. Три тысячи. Ещё... Ой, гир один. Два гира. Ещё две тысячи. Это пять тысяч. И вот тут не хватает. Ну, прокачиваем тогда. Так. Ну, из-за вот этих двух гаджетов я выбираю этот. Мне он больше понравился. Исчезновение. Лили переносит царство теней на три секунды. Это прям идеальная штука, чтобы, так скажем, помогать Корделиусу, либо прятаться. Это как инвиз, только лучше. Вот тут мне интересно, вот что будет лучше, колючка или настороже? Почему-то мне кажется, что колючка будет лучше, потому что, ну, это буквально её цель. Просто с ульты залететь, две тычки дать, ну, условные, и потом убить врага. А вот это, ну, конечно, скорость передвижения, это тоже прям очень важно. Но, допустим, вдруг не хватит там добить какого-нибудь условного кольта. Ну, не знаю. Тут надо подумать, но... Не знаю, не знаю. У меня всё-таки бюджет не резиновый. Это, каждый из этих стоит две тысячи. Но я всё-таки возьму колючку, потому что у меня интуиция на это. Снаряжение я пока не знаю, какие брать. Давайте первую каточку без снаряжения. Пойдём, естественно, в одиночное столкновение. Но мне уже страшно. Хотя нет, не должно быть страшно, потому что вряд ли меня закинет там к настоящим игрокам. Как обычно, матчи с нуля до шестидесяти кубков это с ботами. И тут бах, меня закидывает к другим лиле, да? Нет, меня закидывает к счастью. Вот. Так что можно спокойно протестировать. Но я уже на ней играл. Во всеми любимом приватном сервере. Точнее, него, она. Это просто ужасно. Что за лаги? Что за хрень? Ну-ка, стой, догоню. Капец, это что за лаги? Вы чё, вообще охренели, что ли? Ну-ка, я хочу его с ультой добить. Ой-ой-ой, какой скилл. Бота не смог убить. Ладно, ладно. Мне вот не нравится то, что её атака прям капец медленно разряжается. Ну, из-за того, что у неё один снаряд, она прям очень мало урона в секунду вносит. Прям очень. Нет, ну не настолько, чтобы прям как Пока раньше или... Ну, всё равно прям чувствуется, чувствуется. Неудобно вообще. Вот, у меня 9 банок, у Пенни. Вот. За 2 удара её убил. Без пассивки убил бы за 3. Так, ну и протестируем гаджет. Но сначала нужно найти ничто не подозревающую жертву. В принципе, с реальными игроками это лучше работает, потому что, ну, они-то не ожидают, а боты, что им пофиг у них там, реакция моментальная. Они тебя увидят, вместо того, чтобы удивиться там, начать под себя там ходить, они просто сразу в тебя... Опа. Вот, у неё... Она не успевает за эти 3 секунды практически ничего пробежать. Это не как Супер Леона с той пассивочкой. Оп. Оп, петь. 8 тысяч урона. Так, ну давайте откроем Старджоп, может он счастливый. Давайте какую-нибудь там дебильную методику из всяких тиктоков, инстаграмов. Левый глаз, правый глаз, рот там, не знаю, кончик его. Ну, целый сверх редкого выбил, закончик потрогал. Всё, трогайте, вот вам стратегия, трогайте свои Старджоп и закончик. И тогда они точно вам дадут что-то полезное. Так, Старджоп. Ой, закончик, закончик. Вот этот какой-то жадный, я его закончик 3 раза потрогал, мне ничего не дал. Ладно, ладно. Блин, ну это тоже вложение. Нет, извиняйте, но я не настолько эксперт в игре, поэтому я просто посмотрю лучший билд. Какой советуют профессионалы ставить билд. Так, в общем, ребятки. Эй, это что такое? Так, в общем, проблему я вроде как решил. А лучший билд на неё это снаряжение на скорость. Ну, логично, она же убийца у нас. И на урон. Ну, тоже логично, она же как-никак убийца. И вот у меня осталось только 4000 монет. Ну вот у неё лучшие режимы это пассивные. То есть такие как нокаут, там, столкновение, зачистка. Ну, поиграем чуть-чуть в этот столкновение. Ах, да. Я чуть не забыл. Конечно же, надо на видео открыть 10 старт-дропов. Вот это за золотой недели я что-то не сдержался, забрал. А вот 10 призов старт мы, конечно, заберём на видео. Это всё-таки тоже контент какой-никакой. Так, сначала потрогаем за кончик. Старт-дроп ему как-то всё равно. Что его за кончик облапал. Хоп, 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 хоп. Этому тоже всё равно. Так, вот этот более сговорчивый. Он уже за то, что за кончик потрогал, вот так вот прокачался. Это тоже. О, этот сразу эпическим стал. Видимо, очень хорошо потрогал. Опять жадина. Вот чего у него 4. Ну, я не знаю, куда можно нажать. Вот эти вот. Опа, сюда, сюда, сюда и сюда. Вот эти вот по краям углы его. И углы конечностей. Окончание. Ой, блин. Нафиг мне этот пин. 50, блин. Ну, это уже что-то. Щучки. И всё, да? Мда. Чё-то вообще очень-не очень, я бы сказал. Ну, ладно, поехали дальше играть. Так. И... Опять бот. Ну, да, до 60 кубков примерно такая ситуация будет. Но я хочу сыграть против реальных игроков. Хотя какие реальные игроки? Там будут сплошные лили. Что ты не разыграешься нормально. Потому что надо узнать, как она против других правлеров действует. А боты слишком тупые, чтобы против них играть. И вот я уже почти мёртвый. Так. Она уже пошла кого-то там мочить. А я в это время вот так вот потихонечку... Вот так вот раскромсаю это всё. Опа. Пойдём гулять. Гулять пойдём. Так, вот это тоже раздербаним. Вот. На Биби. К Биби подкрадёмся. Но она, скорее всего, за это время уже успеет спустовы лезть. Вон она пробежала куда-то. Не ожидал, если честно. Вот не хочу на неё ульту тратить. Хочу вон того Рика убить. Вот так вот. Незаметно. Оп. А куда он делся? Ах ты гад. Успел. В другую сторону. Опа. Ай, блин, я слишком быстро отошёл. Эй, ты чё? Вообще обнаглёл, что ли? Куда он делся? Да ты ё-моё. Я за этим Рика гоняюсь в раскопку. На тебе, гад. А чё у него ульта так мало вносят? У него и ульта, походу, этот... Не улучшается с банками. Или улучшается очень слабо. Очень посредственно. Где там это? У него вон стройный радар. А, вот. О, как раз та Роза, которая мне чуть начальнее убила. 7000 урона. Вообще сбалансировано. Давай, мне ульту, и я тебе с двухклик. Хоп, хоп. Ну-ка, мне ещё раз хочется проверить её статы. Что-то тут не чисто, по-моему. Ну, конечно же, вскроем сначала монстра-йцо там какими-то супер методами. Давайте. Влево, вправо, вправо, вниз, вверх. Чего си... Ничего себе. Так. Ну, эпически тоже хорошо. Мутация. Но она могла из редкого и сверху редкого пусть. Так что ничего такого. Ну, пойдёт. Я бы не сказал, что она прям отличная, но и посредственно не сказал. Средняя, обычная мутация. Но, так, посмотрим на твои статистики. На твою статистику. Что-то, что-то тут не так. Извиняюсь за то, что, этот, шмыгу носом. Болею просто. Вот. По статистике. Ой, по какой статистике, ё-моё. Ну, короче, да. По урону. Урона у супера на 380 х поменьше. Но почему, когда я набрал 14 банок, с атаки я вносил 6000 урона? Ну, это, естественно, без учёта вот этой вот пассивки. А с ульты всего 3. То есть, уже разница в 3000, а тут всего в 300. Короче, суперы опять накосячили. Почему-то с каждым новым брайлером они неправильно, в общем, прокачиваются с банками. Что-то у них либо слишком сильно, либо слишком слабо. Но тут, видимо, сильно прокачивается только атака. А супер что-то вообще не качается. То есть, он нормально скелится. А вот атака нет. Видимо, они что-то там в коде накосячили. И из-за того, что... Ну... Как раз-таки из-за этой пассивки атака условно должна усиляться. Ну, после чего-нибудь. То она, видимо, усиляется с такой же силой после всего-нибудь. После всего... Что может быть? Так, пожалуйста, уйди отсюда. О, он... Почему он так быстро двигается? Капец. Я прям ушел, и он сразу убежал куда-то, видимо. Я хочу тебя догнать. Тихо, тихо, тихо. Мэнди, 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 Мэнди. Не надо совершать ошибок. А. Ладно, она уже совершила, родилась. Ну ладно, это бот. Что я сделал? Просто я думал, автоатака там знает, что Булл сидит. Я-то знаю. А если я знаю, наверное, автоатака тоже должна знать. Мне вот нравится за нее банки добывать. У нее неплохой урон. Я бы сказал, даже довольно высокий. А вот. А еще сплэш. Поэтому банки прям одно удовольствие добывать. А еще добывать соперников. Вот так вот. А потом вот так. На. Ну вот, видите? Атака... Ой, ульта внесла, ну, почти 4000. А вот... Это, супер... Ой, какой супер? Че я несу? Супер внес почти 4000. А атака внесла 7000. Ладно, минусуем 1000, которые прибавляют с пассивки. Все равно 6000, разница 2000. Ладно, какие-нибудь условные 15% там добавленные с... С этой, с... Снаряжение на урон. Но все равно 2000 это не 15%. От 4000 15% это явно не 2000. Это 50%. В три раза больше. Даже больше. Так что что-то тут не чисто. Опять накосячили, супер. Ай-яй-яй-яй-яй. Вообще-то больно, кстати. Сусет, ты че творишь? Нет, ну, вообще, на... Вот на таких жирных лучше за Лили не нападать. Потому что, видите, она прям... Долго их колупать будет. А учитывая, что обычно танки обладают большим уроном. То есть, ПМ... Ну, ладно, Фрэнк это плохой экземпляр. Ну, вот Эль Прима тот же. У него атака мощная. Ульта тоже откидывает. Там, 8 бит ПМ, Эль Прима. Они все вот... Хорошие представители тех, на кого Лили лучше не стоит идти, если... Ну, против реальных игроков играют. Что я делаю? Боже мой. Вот. Сейчас на меня прыгнут. Сейчас на меня прыгнут жестко. Так, надо его забатить на ульту. Давай-давай. Дурачок ты мой. Дурачок ты мой, сладенький. Так, все, я выхожу. Сейчас, из... На. Вот видите, она уже не может добить сразу. Вот, взять себе, если бы это был настоящий игрок. У него там гаджет. И он бы меня просто выкинул нафиг. И что мне делать тогда? Раз меня кидают, как тряпичную куклу. Ничего, правильно. Потому что я не могу ничего сделать. Ой, боже, когда реальные игроки пойдут? Уже это, увы, капец. Соня, боты, боты, боты. Да, вы мне можете сказать то, что, типа, да, ты просто перестань записывать, пройди все катки с ботами и... Этот. И дело с концом. Играй потом с настоящими. А что ты жалуешься зря? А вот, вы знаете, я не хочу вот позориться. А то мне говорят, вот, автоатачишь, играть не умеешь. Ран не низкий. Сейчас еще опозорится то, что... С реальными игроками, с другими вилу лилия, они вот просто меня нагнут. А не очень хочется, знаете. Бабабуи. Вот-вот, у Розы Никва прям оправдывает мою... Ой, оправдывает. Описывает мою ситуацию. Бабабуи. Так что, вы не думайте, что я там такой-сякой. Да, я такой-сякой, но... Короче, что я несу? Главное, надо сейчас Хейла добить. Давай, иди сюда, дед. И тебя будут трогать. Эй, это не запрещено законом. Стоять. Ну ладно, убийство деда, это уже запрещено законом. Но это все ради пенсии. Он мне нафиг не нужен, только его пенсия, так что не волнуйтесь. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Фазито, Фазито. Эх, куда пошел, куда пошел, бычок? Сейчас я из тебя антрекот делать буду. На, получай. Чуть-чуть до пасхалки не хватило. Ладно, я шучу. Не чуть-чуть, много не хватило. Так, где, где, где оставшийся дружок? У меня радар выключил. А, у тебя тоже радар. Ну давай померимся своими, там, гуями, там, радарами. О-о-о-о, давай-давай. Ах ты. Ой, какой мирный бас. За Тиммер. За Тиммер. А я против Тиммера. Видел я, как уделал его. Притворился другом, то, что он меня не ударил, а я... Опа, красивое число. А-а-а. То, что он меня не ударил, и мы, типа, скорешили с ним. А на самом деле, он, на-на-на-а, вот так вот ему спину. Кинжальчик. Все-все, поехал, поехал на шествие. Меня больше всего это пугает, то, что тут чел с легендарной лигой. Значит, он уже смыслит что-то в игре, так что его бояться стоит. Вот, например, The World. Вот, Джорджо Фак. Ну, я Тиммиться не буду, я же не дурак на низких кубках Тиммиться. Тем более, это противозаконно. Ладно, просто мне не нравится. Я ставлю себя на место других. Вот, как бы вы отреагировали, если бы на вас вылетел Тиммер с толпой? Конечно, вы бы начали понозить всю его родню, всю его там родословную. Ну, как любой адекватный человек. Вот. То есть, ну, проще говоря, вам было бы неприятно. Поэтому, вот. Я представляю, как мне было бы неприятно, если бы какой-то чел, затимившись, меня убить попытался. Ах ты, гад. Кола Николай. Коля, какая Кола, ё-моё. Коля, Калянчик, Калянчик, иди сюда, нафиг. Чё, думал умный такой? А чё, это первый килл, что ли? Ой, моя мамка ходит. Ой, какая моя мамка? Это твоя мамка. Иди нафиг. Иди нафиг. У меня хп больше урона, так что... Да, и реакция у меня, как у кобры. Так что, вали отсюда, давай. О-о-о. Это Ферди. Видимо, Фредди хотел написать. Ну, что это? Что это за брачные танцы? Извиняюсь, но я не по женщинам. Ой. Ладно. Извиняюсь, но я не по антропоморфным цветкам, которые имеют в арсенале кинжал. Эй, я думал, тут кто-то есть. Видимо, с гаджета сбежу. Ох ты, ёлки-палки. Фух, ё-моё. Я даже испугался на секунду, что мне может быть всё. Крышка. Вы чё, затимились? Вы, гады, затимились, что ли? Не, она сейчас просто уж мигнёт там через гаджет, так что на неё тратить зря силы не хочу. До сих пор артини снесли, удивительно. Я хочу удивить боя. Я хочу, чтобы он гаджет потратил, а потом я его снесу нафиг. Так, иди сюда. Давай, уходи в свой измерение. Гаджет другой, походу. А, нет, гаджет тот. Ах ты, опять свалила. Ай, чё я сделал, ёлки-палки? Я в этом кусте останусь. Опа, она тут тоже была. Ах, ёлки. Хе-хе, давайте просто посидим. Так, мы сейчас, по сути, должны забулить вот эту самую слабую. А, она уже сама себя забулила. Ай-яй-яй. Опа. Фак. Ай-яй-яй. Я протупил сильно. У него газа, чтобы не было, надо было её добивать. Я сильнее всего протупил, когда эту ульту использовал. Так, сейчас ещё одно монстричка будет, и мы заканчиваем видео. Но сначала нужно потрогать до кончик Стар-Дро. Да, чё-то давно мне даже мификов не падало. Так, давайте. Вправо, влево, вниз, вверх. А. Ну, задом мутация. Хотя бы что-то. И сейчас давайте мне хорошую. О, вот это вот, это уже хороший сегмент. На кольте мутации. Нифига себе. Просто Атмул 57 кубов. Ну да, это новый персонаж, со всеми новыми персонажами. Так, давайте ещё ради Satisfaction вскроем Бравл Пасс. Сейчас, естественно, кредиты я трогать не буду, нафиг они мне нужны, мне все Бравл Рейс. Оп, вот, вот. Почему-то если трогай Стар-Дроп и закончик, они максимум могут выдать тебе эпический. Почему это? Видимо, среди мифических и легендарных не водится извращенство Стар-Дропа. Почему это? Давайте, последний. Может, найдётся один легендарный извращенец. Но нет, это вообще редкие извращения, таких много. Хотя название говорит об обратном. Ну всё, на сегодня это всё. Вы были на канале GameCade. Это был, можно сказать, полу-обзор, полу-что-то на нового Бравлера Лили. Убийцу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Я сказал всем пока.